аллилуйя слава богу приветствую участников молитвы в молитве сейчас услышала ангелами пусть ополчаются ангелами твоими пусть защитят ангелы твои я хочу сегодня поблагодарить я господь за ангелов твоих и зная о том что человек может жить и не видеть тех кто о нем заботиться ему помогает так бывает со слепорожденным человеком который не может обойтись без участия окружающих но он не видит тех кто ему помогает а ты господь проявляя свою любовь и заботу даешь еще нам соработников и ангелы твои активно трудиться над тем чтобы мера жизни и мера необходимых сил и ресурсов было доступно каждому из нас я благодарю тебя господь за то чтобы есть соработники они соработники не только на земле но и на небе и господь опять отправляет меня в видение может быть я им тоже поделюсь она тоже была потому что в современном мире большинство людей они не особо заостряют свое внимание не замечают той колоссальной активности духовных сил которая стоит за всеми явлениями за всеми явлениями между тем ангелы есть и в своих духовных путешествиях люди очень часто с ними встречаются и есть смысл сказать что ангелы и люди они смотрят на происходящее по-разному видеть не так как мы прежде всего потому что не имеют физических глаз но кроме тех случаев когда по воле божьей они обретают их во время того как являются людям обычным человеческом обличии и когда они смотрят на любой предмет они видят его сущность они внешние формы в отличие от того как люди видят внешние формы как раз и это очень сильно нас различает люди как будто бы глядя на этот внешний мир забывают про то что есть суть вещей истинная суть вещей и событий не видя порой какие духовные силы стоят за тем или иным явлением и какой смысл какой ценность имеет то с чем они сталкиваются и по этой причине человек в духовном мире к сожалению к сожалению часто поступает как вот этот слепой при желании каждый человек может развить в себе эту способность она тебя господь увидеть духовный мир который наполнен всевозможными силами духами ангелами тем более что мир этот хоть и не видим физическими газами глазами он непосредственно связан с тем миром в котором мы живем иисус говорил истинно говорю вам что вы свяжете на земле это будет связано на небе кто это связывает и что разрешите на земле это будет разрешено на небе кто это разрешает как только мы с вами осознаем роль небесных сил своей жизни тут же нам становится доступным видеть тех ангелов и духов и не только мы с вами были на библейской школе говорили что есть есть дух человека его можно увидеть есть ангел который сопровождает человека его можно увидеть и через их ангелов можно очень много узнать о людях с которыми встречаемся и вот этот вот пример у меня когда было сказано мне прийти на небо такое вот но приглашение повеление прийти на небо практики не было тогда на тот момент и человек который мне это передал игру почему мне господь это не сказал мне лично не было сказано что но я не знаю как бы через меня я понимаю что мне нужен бог свидетель потому что сама себе я бы не поверила то что я увидела тем более это были первые практики там посещение неба и что я увидела тогда я увидела что и потом узнала кто были эти ангелы которые принесли был процесс переодевания ангелы помогали мне переодеваться из обычной одежды в ту небесную это видела потом сопровождали меня вот этот зал куда я была приглашена и не выносился свиток который мне тоже повелели потом съесть я даже засмеялась думаю все в библии почему-то съедали эти свитки очень часто и он сладкий во рту горький во чреве либо наоборот горький во рту сладкий во чреве и это у меня тоже был такой свиток я видела эти четыре столбца и прочитала и я узнала это место это была 11 глава почиёт на тебе дух господень почиёт на тебе дух премудрости дух разума дух совета дух крепости дух ведения дух благочестия мне было объяснено что эти духи они будут тебя воспитывать но самое главное что было сказано что ты будешь судить по правде не по взгляду отчей и не по слуху отшей и вот ангелы именно так и видят они видят суть они внешнюю оболочку и господь я благодарю тебя что это нам доступно если кто-то намерен себе эту способность развивать виде видит духовный мир то каждый из нас должен понять куда и как именно он должен смотреть и важно не пытаться увидеть ангелов своими физическими глазами наши физические глаза сотворены так чтобы видеть материальный мир природа глаз такая же как природа мира в которой они находятся и ангелов вот в этом материальном мире люди видят тогда когда внешний облик ангела становится материальным а это зависит не от нас это зависит от бога почему порой вот сны господь ты даешь нам чтобы убрать человеческое преткновение препятствие анализ это может быть это не может это быть поэтому сны это такой вот не натыкаешься не натыкаешься на наше преткновение послание от бога и вот чтобы смотреть в духовном мире и пользоваться своими духовными глазами глаза эти да они связаны с умом человека в том числе потому что он как посмотришь на ум человека это не тот мозг который вскрывает это не предмет материального мира это совокупность способностей скажем так ум человека говорят умный человек это совокупность его способностей к мышлению познанию пониманию восприятию к анализу к обобщению к принятию решения и у всех людей это по-разному проявляется я благодарю тебя господь что кому к нашему уму вот к этой способности духовной также относится способность и духовного зрения по этой причине может быть наш ум был ослеплен и втором послании коринфянам говорится если же и закрыта благоествование наше то закрыто для погибающих для неверующих у которых бог века сего ослепил ум и ум и ослепил чтобы для них не воссиял свет благоествование славе христа который есть образ бога невидимым а умом связано духовное зрение и когда ослепляется ум то и происходят вот такие вещи что благовествование закрыто бог века сего ослепляет этот ум и наш ум необходимый для для нас и в этом плане чтобы видеть духовные образы духовный мир и от того состояния ума от этого состояния от обновления этого ума происходит итог как мы видим что он подавляющую машину масса людей он затемню различными понятиями различными установками парадигмами которые мешают нам господь воспринимать реальность таковой какая она есть на самом деле суть вещей суть вещей мы порой не видим тут сок и жизненную силу которая по дереву течет и корень качает почему и непонятно и почему и отлепляется эта ветка привитая потому что смотреть на внешнее но привили и достаточно и разбираться с тем какая живительная сила течет по этому дереву духовному вроде бы как и не надо мы где-то сами себе что-то выдумали придумали как вымышленные такие персонажи поэтому людям нам крайне редко удается быть собой очень сложно увидеть реальность которая позволяет каждому из нас двигаться в своем и не взваливать на себя те времена которые являются не нашими христос говорит придите придите ко ко мне ко мне придите все труждающиеся все обремененные и возьмите иго моё на себя научитесь от меня научитесь найдете покой дух о духом душем вашим ибо и иго мое благо время мое легко бог говорит об этом что когда мы берем его именно его тогда тьма накопившаяся в наших умах и ослепляющая нас которая вот эти вот программы разные закладывают течение жизни и люди начинают привыкать исполнять не осознавая того насколько это все бесполезно и глядя в суть вещей мы поймем для чего нам нужны ангелы для чего они приставлены к нам и с самого начала и когда мы верующие когда мы не верующие это забота бога человека через творение через все сотворенное он служит нам я благодарю тебя господь поэтому возвращаясь вот в это видение про которое сейчас рассказываю я хочу поблагодарить тебя господь что там духовных сферах ангелы на самом деле духовными глазами видимо и это духовное зрение позволяет столкнуться с теми вещами которые бездоказательны но которые очень сильно влияют на наше служение на нашу веру на наше отношение к тому пристанищу где находится господь к тем вызовом которые нам предъявляются и к пониманию того кто мы в боге мы как-то на одном разборе писания говорили о том что если мы принцы крови если мы принцы крови даже здесь на земле если бы мы были если бы мы были не знаю потомками королей императоров людовика четырнадцатого король солнца мы бы по-другому себя вели если бы мы знали что мы потомки династии романовых мы бы по-другому себя вели люди эти по-другому себя ведут потому что они осознают что они принцы крови и вот это осознание нам и ангелы божьи тоже позволяют открыть потому что они смотрят на суть вещей и порой направляют нас на безопасные пути и таких примеров много даже в сегодняшней жизни столкновение с ангелами люди обнаруживают не глазами физическими а глазами камер, фотоаппаратов видя происходящее потом и проматывая это все удивляются тому что некий человек хотя это и не человек вовсе поэтому Господь благодарю тебя благодарю тебя за ангелов твоих и молюсь о том чтобы каждый из нас не пренебрегал мы уже говорили что равнодушие к Израилю в чем заключается внебрежение к этой информации и нежелание в нее вникать к равнодушию к тому дереву корень которого держит нас нечто подобное есть с ангелами мы бы хотели столкнуться на них посмотреть но забываем порой в молитвах проскакивает мы даже в молитве не осознаем что мы это сказали пусть ангелы твои ополчаются пусть ангелы твои сберегают у нас есть наши ангелы и когда сталкиваешься с человеком и говоришь ему о том что я вижу сейчас вот такого ангела и человек может даже достать тот предмет который показывает ангел который лежит у него не знаю в чемодане и это очень ценная вещь для человека потому что мы предположим ангел семьи есть такой ангел семьи который сопровождает например мать в ее поездке и что есть вещь которая из поколения в поколение передается в этой семье и она очень дорогая эта вещь и человек возит эту вещь с собой и когда такие вещи Господь ты показываешь то открывается сердце человека для слышания информации и благовестия для слышания слова о Господе что Господь живой видим мы его или не видим он с нами всегда и ангелами своими помогает нам и этих ангелов можно активировать своей верой я молюсь за каждого человека который еще не сотрудничает с ангелами чтобы понять что не физическими глазами мы смотрим и видим мы ходим не видением а верой и зная о том что эти ангелы есть не лишним было бы с ними познакомиться пример такой приведу хочу не от себя пример привести это такая была провокация с моей стороны но она завершилась к счастью прорывом пророческим прорывом для человека на энкаунтере была женщина которой я служила и я увидела и я увидела ангела ангела и я сказала что я вижу ангела она говорит а я видела этого ангела то что вы мне описываете я это видела но не придавало значения что рядом со мной постоянно ходит я думала что это человек как бы мелькало передо мной нечто такое чувство как как мысль что ли и постоянно примерно один и тот же образ вот и я говорю а ты не хочешь познакомиться с этим ангелом а женщина говорит хочу а я дальше ну спроси спроси у бога спроси у ангела как его зовут вот когда человек попадает в сон пророков да он начинает пророчествовать и вот когда начинается сверхъестественное такое течение порой и мы очень дерзноверны в таких вещах как пойти дальше дерзнуть на большее и вот это вот для меня было дерзнуть на большее потому что я своим ангелом таких вопросов не задавала на тот момент а ей сказала а ты не хочешь познакомиться и спросить как ее зовут это была вот она видела как бы в женском обличии я видела в женском обличии и она спросила и услышала ответ я говорю ну и как ее зовут она тебе ответила он говорит да ее зовут Линзин Линзин она сказала ее имя и это был пророческий ангел эта женщина активировалась в пророческом ну просто вот через это событие с ней все время ходил ангел пророческий ангел и атмосфера сверхъестественная атмосфера потому что хотим мы этого или не хотим но момент изгнания духов нечистых и привлечение сюда в эту работу ангелов божьих потому что это не только Дух Святой совершает но есть еще вот эти соработники которые вытягивают всю эту нечисть из человека пленяют связывают куда-то уводят на Голгофу под власть Иисуса и с абсолютной верой служитель это заявляет и когда это раз два три пять происходит то это уже даже не вера а твердое знание что будет именно так и как бы идешь на шаг впереди происходящего и знаешь что сейчас будет с человеком происходить и это происходит потому что человек не рядом с тобой ты не можешь сказать это твой дар так работает это работает вера и сотрудничество с небом и активация вот такая сверхъестественная активация в жизни человека она позволила сократить целые годы изучение писания и понимание что это нормально что это с нами происходит и вот те вот ангелы которые 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 были ко мне представлены по документу с неба это прям документ был с печатью который вскрывала я ангелы не могли его вскрыть мне принесли это с глубоким почтением преклонением и шкатулку эту открывала я сама я ее брала открывала снимала печать и читала какие духи будут сопровождать меня и какие духи будут учить обучать и количество ангелов меняется и это есть у каждого человека и я возбуждаю сейчас веру людей то что Бог заботится о нас что у нас есть соработники что тот кто в нас он сильнее всех тех кто в этом мире что дух этого мира нас не одолеет потому что мы не сами по себе мы движемся с Богом и ангелы здесь их в разы больше чем те которые выступают против нас на кого смотрим тот образ в нас и отражается больше взирайте на господа больше взирайте на ангелов божьих хотя бы для начала зная что они рядом есть и они ополчаются реально ополчаются я говорю да пусть эти ангелы ополчаются вокруг тех государственных деятелей которые трудятся во благо России и не сами по себе они столь хороши это повеление от Бога Господь таким образом заботится о России из его руки князья цари по молитвам нашим он высвобождает лучшее чем больше мы благословляем освобождаем территорию от греха тем больше можно эту территорию занять людьми от Бога и не потому что Бог бессилен а потому что он соблюдает законы он взял нас с работники и ему важно чтобы мы молились ему важно чтобы мы сотрудничали с ангелами ему важно чтобы мы понимали законы мироздания законы духовного царства его царства а не этого ложного царства которое искажает все забирая у Бога и искажая искривляя держа человека вот в этих кривых зеркалах в искажении всего происходящего Господь я благодарю тебя за ангелов твоих я благодарю тебя за народ ревностный приготовленный и приготовленный к брани и умом своим которое связано с нашими возможностями способностями и в частности к видению духовных реалий и я прошу тебя Господь чтобы не только в сверхъестественном мы двигали но сообразовывали духовное и то ученичество которое приходит к нам через Слово Божье потому что я знаю людей которые улетают только ну вы слышали таких да они порхают они летают они только про любовь и порой в эту любовь вкладываются такие понятия которые важны для человека но ничего общего не имеют с той духовной борьбой которая происходит в физическом мире по трансляции из духовного неба в наших молитвах почему потому что мы воюем по той причине что документ предъявленный нами как Евангелие заставляет противиться нечистых духов и не подчиняться поэтому их надо вытеснять и убирать силой из нашей жизни из комнат нашей души из наших храмов изгонять силы вышвыривать силы при помощи ангелов в том числе эта работа совершается есть ангелы которые соблазнились а есть ангелы которые устояли и эту борьбу они ведут по нашим молитвам чтобы освободить ту территорию и сказать заплачено за все заплачено и у нас есть документ Евангелие где мы знаем что нетленным золотом и серебром мы искуплены от суетной вот этой суетной пустой бездумной жизни поэтому Господь призываю ангелов твоих призываю ангелов твоих ступиться за Россию призываю ангелов твоих высвободить силу и могущество неба на спецоперации призываю ангелов твоих защищать верующих их детей их семьи чтобы никакой страх не подкрадывался к сердцу и разуму людей призываю ангелов твоих сеять Евангелие сеять семена в почву сердца а эту почву приготавливать вместе с Духом Святым приходить в те дома которые еще не помазаны кровью Агнца которые не помазаны и ангел-губитель кружит вокруг этих домов этих судеб чтобы уничтожить эти судьбы в вечности зная о том что все живы и увести в места гибельные этих людей мы боремся за души человеческие и ангелов помощь все творение оно концентрирует свое внимание вокруг души человека идет борьба на территории разума в том числе Господь трансляция небес в разум трансляция и ценности царства Божия на землю призываю пусть прямо сейчас ангелами твоими опускается лестница на том месте где мы молимся чтобы ангелы поднимались и опускались чтобы они приходили и приносили небесное сюда на землю небесные семена через наши уста небесные семена по времени и сезону наступившим сегодняшнем дне чтобы эти семена они не томились в ожидании на небе я вижу корзины полные действительно пшеницы которая уже проросла и садить надо немедленно иначе она пропадет пусть засимается почва сердец потому что ростки уже проклюнулись это семя готово вырасти быстро и ему нужна подготовленная почва поэтому пусть убираются камни пусть приготавливается почва сердец господь это твои души и мы отдаем их тебе для покаяния при помощи ангелов мы благодарим вас ангелы совета крепости пусть страх господень приходит в жизнь людей и чтобы это было стартом это тот ангел этот дух тот с которого начинается богопочитание пусть приходит божья премудрость чтобы не падали и вставали праведники семь раз а двигались по жизни премудростью твоей разумом твоим советом твоим и крепостью твоей господь пусть приходят наивысшие стандарты неба в жизнь человека пусть приходит благочестие пусть приходит это знание через ученичество это серьезный труд и наша ответственность я благодарю тебя за ангелов твоих благодарю тебя господь за твое устройство благодарю тебя что мы в твоем уделе и благодарю тебя что понимание устройство взаимодействие небо землей оно открывается для нас с каждым днем все больше и больше потому что умы наши они прилеплены к небу они прилеплены к тебе и мы все время говорим больше господи больше господи чтобы нам не жаждать вовек мы пьем эту живую воду насыщаемся и эта лестница она всегда там где мы спасибо тебе родной за такую удивительную историю про ангелов твоих про то что действительно это мощь и когда ольга говорила про ангелов мне прям господь показал нашу землю как небольшой такой шар защищенный какими-то золотыми кольцами и ангелы в кольцах в этих каких-то металлических золотых какие-то с лепесточками и они знаете как вот руками и ногами я не знаю это можно вроде как так держится за этот обруч или что это такое я не поняла кольцо короче и вот так вот они вокруг земли как бы про проходят да вот этим кольцом так интересно и вот эти вот золотые лепестки показаны были вот во внутри этого обруча где находился ангел который защищает землю так интересно и когда еще оля начала про ангелов говорить прям я только закрыла глаза и господь показывает их столько много вообще и они всяких размеров я такая вау вообще просто это ну это удивительные вещи конечно слава богу и надо перестраивать рельсы верю от духа святого на ангелов чтобы двинуться в этой теме потому что вот сейчас Таня заканчивает молитву а у меня значит картина как ангел пришел пришел к ианну богослову в книге откровения и он упал на колени перед ним а он поднял его и говорит ты что потому что и у евреев и у нас мы встаем на колени только перед нашим господом но что интересно во всем этом это это ко мне такое на сердце пришло мы каждый раз выходим на молитву каждый день находимся хоть в бодрствии в молитвенном состоянии или во сне и с нами всегда присутствие ангелов и особенно тогда если даже мы их не видим то мы их чувствуем и когда этот ангел в книге откровения он сказал я сослужитель тебе и братьям твоим в служении господу и вот у меня прямо такое приходит что какое то должно быть у нас уважение в отношении вот таких слуг которые вместе с нами они служат потому что когда он сказал сослужитель тебе то по сути дела мы еще и самих себя должны вот в этом послании также увидеть ангелами для других людей потому что когда мы поднимаем молитвы то часто вместе с ангелами и господь нас да не часто а всегда и переносит на те места в которых необходимо разрешение потому что там где мы встаем святое писание говорит что мы это земля наша и поэтому вот именно то что мы сейчас слышим о том в этой молитве и в этом свидетельстве что не хотели бы познакомиться с ангелами то это требует от нас ну реально некой такой духовной культуры поэтому слава богу за все это и вот я просто сейчас вспоминаю многие случаи в моей жизни и они идут до сегодняшних дней но особенно тяжелые а сегодня реально идет потрясение во всем мире и мы не можем не чувствовать просто они нет не то что одного ангела мы а чувствовать армию целую армию ангелов это даже как бы сказать не просто армия а армия и из и плюс армия то что сегодня происходит на земле и вот я помню когда значит мы брали здание для церкви и столкнулись в 90-х в начале 90-х годах реально с криминалом потому что как бы сказать этот беспредел духовный дьявольский он шел напрополую через всех через заводы фабрики церкви и так далее и тот кто реально был с богом тот непосредственно что-то видел и вот я всегда у нас был дом культуры где мы собирались а потом пришло уже конкретно свое здание я всегда видел большого Иисуса Христа и у меня тогда родилось тогда может быть не называл это посланием а проповедью на самом деле это было послание видение картины это о большом Иисусе Христе вожде воин Небесном и Господь в Библии открыл именно от больших ангелов это вот начиная с книги откровения и ввел меня своеобразно именно открывая все вот эти семь посланий церквей для того чтобы пережить именно вот эти первые стихи в каждом из семи посланий так как Господь открывался потому что если бы он не открывался то тогда ни одному ангелу из семи церквей как называют руководители церквей пастырей или апостолов они бы не решили те проблемы которые можно было разрешить только с тем чтобы увидеть вот именно Иисуса Христа таким каким он открывался в каждом из посланий в первых стихах для того чтобы иметь победу и вот вот эти большие ангелы когда ты на самом деле здесь на земле практически они просто как вот сейчас мы от Ольги слышим что кто-то летает просто и это практически никак не происходит на земле не связано то это просто духовная шизофрения когда духовное не соединяется с физическим когда практически не видно победу а просто можно сидеть рассказывать об ангелах а потом в конечном итоге вообще перейти к этим пупсикам со стрелой который стреляет в сердце и все о любви начинают говорить и поэтому когда реально ты переживаешь такие встречи реально здесь на земле ты приобретаешь нечто большое победы которые можно потрогать реально физическими руками то тогда это но реально скажем так твоему сердцу твоей жизни открывается духовный мир что он реальный и тогда мы не просто так читаем библию потому что вот сегодня к примеру пророчествовал брату и поэтому также и пророчество здесь на этой площадке значит из книги бытия пятнадцатой главы в отношении приношения пожертвования жертвы когда написано в пятнадцатой главе после сих происшествий Господь пришел к Авраму и хочу вот прямо сфокусировать в видении ночью мы как-то вот эти вещи пропускаем и когда почему а потому что для нас видение бывает и сны ну бывает такое ну наверное капусты объился там это приснилось или видение увидел но honey реально когда мы читаем они это все принимали за реальность потому что они знали что человек не только живет в бодрствовании он живет в молитвенном состоянии он живет во снах и настолько сколько бодрое состояние оно оно то же самое знак равенства что во сне и что в молитвенном состоянии поэтому видение ночью пришел к нему Господь, и Авраам задает ему вопрос, а почему мне узнать? Поэтому, дорогие, я просто высвобождаю на этой площадке о том, что если кто-то задает вопрос, или мы понесем эти вопросы, это другим людям, почему узнать, что все, что мне Господь говорил в видениях, во снах или в откровениях, читая Библию, и Господь сказал, принеси мне жертву. И вот мы даже вот сейчас построили вот в этот вечер жертвенник из нас из живых камней, как апостол Петр нас называет живыми камнями, и мы сами есть жертва живая, святая и благоугодная Богу, мы здесь на этом жертвеннике, мы в огне Духа Святого. И когда Господь сказал, принеси мне жертву, то тогда, когда жертва принесена, а мы это чувствуем, чувствуем, даже когда мы говорим, что мы не видим, но чувствуем, как огонь он просто берет нас. Мы чувствуем присутствие Бога, присутствие ангелов, мы чувствуем вот это помазание, это знак того, что приходит мир в наше сердце, что жертва эта положена в руки Бога. Как написано апостолом Петром, возложите все заботы в руки мои, как это он передал через псалмы, так из псалмов взял. И я поддержу вас, и никогда не дам поколебаться ногам праведника, потому что дьявол, он понимает, что если жертва принесена, а сегодня приносится эта жертва, аллилуйя, Господи, благодарю Тебя, то все, точка невозврата, дьявол уже ничего сделать не может. Почему? Потому что эта жертва забрана, то есть уже спусковой скрючок нажат, аллилуйя, кнопка нажата, аллилуйя, в ответ на наши молитвы во имя Иисуса Христа. Так вот, я говорю этому брату, тоже молит за него пророчество, и говорю, а что были за происшествия до этого? А происшествия были в Бытие 14 главе, когда пять царей были побеждены отцом нашей Веры Авраама, маленьким количеством людей, у него было всего 318 человек, как у Гедеона было 300 тоже человек, и они победили пять царей, одни из этих царей это были царь Содомский, царь Гаморский, то есть понятно, что они победили, если мы это переносим в духовный мир, то есть это все атаки, все стрелы, которые дьявол, он посылает на нас, то вот именно это как будто перекрываются все двери, мы защищены, и мне брат возлюбленный говорит, а можно это представить таким образом, что человек имеет пять органов чувств, и каждый из этих органов чувств, глаза, уши, они берут определенные какие-то искушения из внешнего мира, и мы побеждаем этих царей, и пять органов чувств, они закрываются для дьявола, они закрываются для внешних атак, и начинают работать на нас, я говорю, просто десятка, просто точку, аллилуйя, почему? Потому что какие бы внешние атаки не были, они все равно приходят к нам через пять органов чувств, которые у нас есть во внутреннем человеке, духовные пять чувств, и физические пять органов чувств, поэтому во имя Иисуса Христа мы разрушаем все поползновения врага, закрывая все эти пять дверей, чтобы наши глаза, они могли смотреть только на то, что Божье, чтобы наши уши могли слышать голос Божий, то, что от Бога распознавать голос дьявола, чтобы мы могли нашим запахом распознавать и самим распространять запах смертоносный для одних, и запах благоухания для других, чтобы мы могли чувствовать, кто к нам прикасается, прикасается искушение дьявола, или прикасается ангела, или прикасается сам Господь во имя Иисуса Христа, точно так же, Господи, чтобы мы, как в псалмах написано, вкусите и познайте, как благ Господь, чтобы мы отличали здоровую пищу от негодной пищи во имя Иисуса Христа, и я просто верю, что эти двери сейчас, наших дверей в нашу сущность, они закрыты для дьявола и открыты для Бога во имя Иисуса Христа, поэтому, Господи, я благодарю Тебя за ангелов, которые реально, они просто дают это чувствование нам и открывают наши глаза, точно так же, как в Библии, просто открывая Евангелие, и начиная с Матфея, просто первой главы читать, и там во сне, во сне, во сне, Мария во сне увидел, Иосиф во сне увидел, и, значит, и пророки Божии во снах увидели, и в Иезекииле уходим, он из видений, видение перемещался, Господи, это наше время, поэтому я молюсь за пророческую активацию народа Божьего, для того, чтобы мы могли двигаться во всем этом сверхъестественном, потому что везде, Господи, у Тебя Божьи знаки, знамения и поддержка, раз я молюсь по улице, тоже какое-то такое состояние было, необходима была какая-то поддержка, и был дом 24-этажный, и просто Бог обратил мои глаза на этот дом, и вдруг как будто дом наклонился, и я увидел, что это отклонение, это было не дом, а реально великорослого ангела, которое принесло мне такое, такое ободрение, думаю, Господи, если такие великаны стоят за нас, то что может сделать сатана, что может сделать какая-то болезнь, что может сделать какая-то неприятность, поэтому однажды Господь мне открыл, что тогда, когда поднимаются наши молитвы, в книге Бытие, потому что тогда, когда Адам пропустил сатану в Эдемский сад, вместо Адама Господь поставил ангела Херувима с раскрученным мечом, мы можем добавить с раскрученным мечом Духа Святого, это значит, что имел Господь, это значит то, что когда Господь сказал Адаму охранять и возделывать сад, значит у него была именно такая власть, с ним были вот эти ангелы Херувимы, тогда, когда он поднимал бы молитву за сад в этой охране, то вот эти ангелы Херувимы написано, а чтобы их описать, заходим в Эзекииля, начиная с первой главы, и мы видим, что это ангелы Херувимы, это далеко не пупсики, это реальные летающие, ходячие, крылатые заводы, с ободьями, глаз, которых невозможно, наверное, увидеть для того, чтобы сердце не разорвалось, и поэтому дьявол, он понимает эти вещи, поэтому даже сейчас наша молитва, она как раз происходит с ангелами Херувимами, и в зависимости от той обстановки, за которую мы молимся, за малое или большое, появляются малые либо большие ангелы, и происходит война или борьба не просто с бесиками, а происходит с демонами, быками, левиафанами во имя Иисуса Христа, самим сатаной, аллилуйя, духом фараона, духом аполеона во имя Иисуса Христа, аллилуйя, и мы разрушаем это все, разрушаем все это нападение, представляя вот эту войну сейчас, которая происходит, Господи, настолько, насколько Ты позволил нам войти в эти открытые двери, если мы молимся, значит, мы имеем защиту, значит, мы имеем силу, значит, мы пережили встречу в Маханаиме, как пережил Иаков с вождем, с великим множеством ангелов, если мы приняли Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, то, значит, Господь открывает нам глаза, потому что тогда, когда ангелы запели и сказали, то не просто звезда появилась на небе, а реально великое воинство ангелов пришло вместе с Иисусом Христом на эту землю, в его рождении, все, кто ходит с ним, то они окружены, как Татьяна сказала, великим множеством ангелов, поэтому, Господи, спасибо Тебе за них, спасибо за силу, спасибо за победы, и дай нам, Господи, возможность, чтобы мы еще четче видели, четче слышали для того, чтобы оказать и культуру уважения, Господи, нашим сработникам, да будет так во имя Иисуса Христа, аминь. Субтитры сделал DimaTorzok